Отлично! Ждем этот бой! Всех приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Арсланда Циев. И сегодня в рамках информационного агентства «Обзор Пресс» мы снимем интервью у Баракшоев. Только что он дебютировал в «Правде». Итак, как дебют? Баракшо, поздравляем с победой! Спасибо, Арслан. Извините. Дебют отличный. Мы готовились с старшим братом на Рузбеке, на Рузбековом. Мы готовились к Хачатуряну, но так получилось, получили травму. Нашли, ели, нашли, честно. Многие отказались. Может, мой вид страшный, я боксировать особо не умею. Но вот этот товарищ принял бой. Спасибо ему. Дебют отличный. Атмосфера, думаю, такая хорошая была же, да. Было принципиально выступить на этом турнире? Почему? Принципиально, потому что я же базовый ММАшник. Это мой первый бой по боксу. Так как я получаю постоянно травмы, у меня с коленами проблемы. Сейчас после операции думал, простой уже год. И мы готовились, конечно. Принципиально было выйти подраться. Зря же мы же тратимся тоже на подготовках. Мы через многое прошли, честно. Через многое прошли. Сейчас рассказать долго будет. Но принципиально, да. Мне дали, если не соврать, где-то 6-8 или сколько, 10 бойцов. Я всех принял. Вот кого не дали, я принял. Потому что любой, любой может победить. Любой. Если ты готов, выйди, поделись. Я так думаю. Не могу не сказать о команде. Хочу, чтобы оператор снял круг, который вот рядом. Здесь большое количество людей, которые комментируют. Немножко расскажи о команде. Как помогали, где готовился. Во-первых, хочу поблагодарить руководство Ахмада Таджикистана в лице Раджабали Байонова. Так как я представляю эту команду. И руководство Ахмада в лице Абузайда Визмурадыча. Он тоже всегда тепло у меня встречает, поддерживает в Чечне. Во-вторых, моя команда, с которой я рос, это Москва Панчер Тим. По главе с Моббатом Одинай. Где вообще он? Его нет. И мой старший тренер, Наврузбек Наврузбеков. Прошу показать его. Это его работа. Вот мои руки. Поскольку я не боксер, он меня готовит. И все получается. И дальше будем работать. Хорошо, как появилась вообще идея выступить по боксу? Вот как она пришла к тебе в голову? Идея у нас в Шон Шейближе. Вот весь ММА Таджикистан. Я думаю, его стоит показать. Парни, он все делает. В народе Баха. Его все знают. Вот клянусь, вчера мы задали ему вопрос. Причем он и тут в спорте, и в бизнесе, он везде успевает. Он вот так всем отправляет, всем отвечает. Я говорю, где его столько нервов у тебя? Как ты? Энергии. Энергии это физически отдельно. Все же, когда мне, когда зло, я вообще не люблю бальтат по телефону, но когда названывать вот перед боями, мне не хочется, чтобы... А он всем отвечает и везде успевает. Так что, если, иншалла, все получится, мы далеко пойдем. Далеко пойдем. А Таджикское ММА немножко расскажи. Я видел огромная фанатская база. Расскажи, как развивается это направление в вашей стране. Арслан, ММА в Таджикистане, профессиональный ММА в Таджикистане, это мы начали где-то года 4 назад, если не ошибаюсь. 4 года. За 4 года у нас в лучших промоушенах есть свои чемпионы и в России, и в Европе. Сейчас вот в UFC, вот Нур-Лу-Алиев на днях уже подерется в UFC. Муин Гафуров, Лоих Раджабов, ну много-много бойцов. Фаридун, Самандарь, всех ребят не будут без обид. Но ММА растет колоссальным ходом. И Россия уже знает, Европа знает бойцов из Таджикистана. А все благодаря нашим фанатам буду честен именно в плане спонсоров. Чуть проблемы у нас, конечно, в целом. А в плане поддержки, она колоссальная. И нам не нужны никакие деньги, это дороже всего, вот эта поддержка, честно. С этой поддержкой мы зарубим огромные деньги в будущем. Делиться будешь? Делиться, если почаще будешь интервью, брат. Я не о себе. Я имею в виду именно с фанатами, какие-то конкурсы, подарки для них, встречи, общения. Дай Бог, дай Бог, я шедер, я верю, я спокойный такой по натуре человек. Я люблю помогать людям. Всевышний шал, если одарит меня деньгами, конечно, почему бы и нет. А я в целом не хочу разбогатеть, честно. Чисто на семью, на себя чуть-чуть, на детей, на дети. И все, больше не хочу. Ну, это успех ваших ребят. Да, честно. Счастье не в деньгах. Да, честно. Ну, они нужны в такой достатке. Хотя, достаточно их набивали, когда всегда их мало. Но, вот, на родителей что потратить и на семью? На себя не обязательно. О какой суммарной составляющей приблизительно идет речь в боксе? Сильно отличаются гонорары в боксе, профессиональном или в ММА? Я сейчас не буду озвучивать... Я так понимаю, не до миллиона, где-то 100, 200, 300 тысяч. 300, чуть больше. Но я сейчас не буду озвучивать промоушены по ММА, где есть сколько плат. Но очень мало. Лично мне мало, и мне этого недостаточно. Потому что я, во-первых, иду без поражений в ММА. Три боя в ACB, там лучшая лига, у Абиба в лиге дрался. У меня чуть травмы мешают, но я готов к любым вызовам. И, естественно, я хочу побольше денег. 100-200 тысяч – это не деньги, брат, честно. Вот 200 тысяч мы на подготовках тратим месяц. Если даже на сборах, это чуть дороже выходит. А за бесплатно драться тоже не хочется. Успех ваших ребят, Нурлу и так далее. Немножко об этом расскажи. Как вообще вас принимаешь и то, что они уехали в Америке в данный момент? Как влиять на вас? На меня я только рад. Я только рад, потому что благодаря Нурлу узнают меня. Если он там будет драться, появится интерес. Узнают молодых, очень много молодых. Ребят вот там сидит, стоит, точнее, до Рубшон Наботов. Запоминает ребята. Это хороший проспект. Очень крепкий боец, и он скоро тоже. Его хотя бы знают, у нас его знают, но в мировом ММА он далеко, поэтому молодой еще. С менеджером пусть сам подумает, сам порежит. Не тяжело давать интервью в окружении большой компании людей? Не, я болтать умею. Не, я умею. Если когда с кем по душе, я хорошо болтаю. Болтать умею. Болтать? Не, не, ну Болтать, это же хайп, хайп же этот. Как его с Чечни? Итак, что-то твой, ну так называемый менеджер, что-то говорит про Никуль. Окей, прямой менеджер? Окей, он процент от этих 300 тысяч получает? Да, он... Я только так менеджера вижу. Я ни копейки ему не дам. Вот, вот, тогда не менеджер. Пусть он еще подогреет. Скажи там, что у нас, кто следующий? Не, вот, Тимур Никулин, я... Если, вот... Я очень надеюсь, что будет все без мата, потому что я не требую мать за мать, я спрошу с любого. Чисто спортивный интерес. Ты хороший боксер, ты в ПОП ММА показал очень хорошие бои по боксу, да, же по боксу. По ММА я даже не предлагаю тебе. А по боксу я бы хотел себя проверить с тобой. Для этого есть все для тебя. Интерес есть, есть публика. Есть подписчики у меня. Будут просмотры. Зарубишь хороший чек. Что еще нужно? Следующий турнир. Правда. Ты знаешь, он на арене. Почему не бросил вызов в ринге? Он бросил вызов. Я... Тимур? Да, Тимур. Я же в ринге бросил. Жаль, что не подозвали. Он на арене. Жаль, что не подозвали. А там же... Можно было прям face to face. Не знаю, это... Может, он не захочет, не знаю. Я сейчас... Это чисто мое предложение. Я бы не сказал, визов бросать. Визов там нужно настигнуть, убивать там, не знаю. А это чисто спорт. Спортивный интерес. Если Никулину интересно, пожалуйста. Гонять я не буду. Он тоже нормально весит, думаю. Хотя я согнал, вот, ради Хачатуряна, я согнал 13 килограмм. В итоге не получилось. И обратно перешлось кушать, чтобы чуть больше весить. Потому что соперника дали 90. Вершая, я так изучал немножко твою статистику. Я заметил, ты проводил бой в 17-м году. И потом сделал 3 или 4 года перерыв. Расскажи, почему. Я после вот 17-м году, когда подрался, я потом поехал на сборы в Таиланде. Я в аварию попал. Отменили бой. Потом восстановился. Потом позвоночник, травму получил. Потом год еще вылечил позвоночник. Потом обратно бой. Потом колено. Мы травм очень много, к сожалению. Вот из-за травмы они дерутся. А так мне нравится драться. Я бы каждые 2-3 месяца дрался. Состояние здоровья. Бывает, только у некоторых получаются, а некоторые с травмами. И годы идут. Я уже не молодой. Но надеюсь, сейчас просто посерьезнее нужно относиться к здоровью. Я думаю, чуть халатно отношусь. И завершением бракшоута, прямо на камеру. Хотел бы, чтобы ты сказал в адрес болельщиков, фанатов, тех, кто за тебя искренне переживает. Им слово. Фанатам со всего России. За меня не только в Таджикистане топят. И в России много фанатов. Меня уже узнают. Всем огромное спасибо. Таджикской фан-базе на Таджикском хочу барадаро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровск. Субтитры Алексею Дубровск. Субтитры Алексею Дубровск.